Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги судей израилевых. И сегодня мы будем читать 13 главу этой книги. В этой главе начинается рассказ о Самсоне. О судье Самсоне, моли Христа Бога, спастись душам нашим. Это очень яркий персонаж во всей Библии. Здесь даже рассказывается о его чудесном рождении. И несколько глав мы будем с вами проходить вместе с этой личностью, Самсоном. И мы читаем 13 главу с 1 стиха и ниже. Итак, мы видим, что когда народ Божий ведет себя плохо, Господь их предает в чужие руки. И Господь это делает с одной целью, чтобы они оценили, как плохо жить и существовать без Бога. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Мы видим, что этот человек был из колена Данова. Теперь давайте обратим внимание на пророчество по поводу колена Данова, которое было дано еще в книге Бытие, когда умирающий Иаков каждому колену дал какое-то пророчество. Это книга Бытия, 49 глава, 16 стих и 18. «Дан будет судить народ свой» – это пророчество о Самсоне. «Как одно из колен Израиля» – то есть он одинаково будет относиться ко всем. «Дан будет змеем на дороге» – это тоже о Самсоне, но и об Антихристе. Антихрист тоже из колена Дана. «Аспидом на пути» – аспидом на пути всего мира будет Антихрист. А на пути филистимлян – Самсон. Самсон, уязвляющий ногу коня так, что всадник его упадет назад. Только филистимляне имели коней, евреи не имели коней, египтяне имели там, евреи нет. Самсон действительно опрокинул коня и всадника. Антихрист опрокинет все человечество, и оно упадет назад, то есть будет отброшено. «На помощь твою надеюсь Господи» – это как бы испуганный такой возглас перед Антихристом и радостный в связи с Самсоном. Таким образом, одно пророчество говорит одновременно о суде Самсоне, о рождении которого мы сейчас будем беседовать, который был движим духом святым, и оно же относится к Антихристу, который был движим духом зла, духом дьявола. И у святых отцов мы находим такое и такое объяснение. Вот это свидетельствует о том, что смысл писания не лежит на поверхности. Надо более внимательно изучать текст. И один и тот же текст может относиться к разным личностям и разным временам. «В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера». Секера – это крепленный напиток, более крепкий, чем вино. «И не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его». То есть его нельзя стричь. «Потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий». То есть он посвящен Богу от чрева матери своей. Ну, о ком еще так сказано? Об бане Крестителе сказано, что он посвящен Богу от чрева матери своей. О пророке Божьем Иеремии тоже сказано, что он избран от чрева матери. А так это молоко. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. «Жена пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. И я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера». Это общий запрет для беременных женщин. «И не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божий». На заре – это монах. Это ветхозаветное монашество. Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». Маной хочет и сам убедиться в том, что это был ангел, и все-таки распознать, что надо делать с этим младенцем. «И услышал Бог голос Манойя. И ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Манойя, мужа ее, не было с ней. Жена тотчас побежала, известила мужа своего и сказала ему, вот и вился мне человек, приходивший ко мне тогда». Когда Манойя обращается к Господу, мы читаем, «Манойя помолился Господу и сказал Господи». То есть дважды имя Господь, который указывает на милосердие. То есть он надеется, что Бог проявит милосердие по отношению к нему. Но когда говорится, что Творец его услышал, сказано «услышал Бог». Слово «Бог» означает правосудность. То есть Манойя молился, уповая на милосердие Божие, а Господь рассудил, что Манойяя достоин того, чтобы за его какие-то нравственные качества ему было явление ангела. «Манойи встал и пошел женою своей, и пришел к тому человеку и сказал ему, ты ли тот человек, который говорил сею женщиною?» Ангел сказал «я». Сказал Маной, «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем Сим и что делать с ним?» Ангел сказал Маною, пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. То есть матери даны приказания, а они, оказывается, относятся к ребенку. Потому что он избирается от чьего матери, значит, надо позаботиться, чтобы чьего было чистое. И сказал Маной ангелу Господню, позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною, хотя бы ты и удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. Что происходит? Ангел не хочет, чтобы ему приносили козленку. Козленка. Он говорит, если же хочешь совершить всесожжение, Господу совершай. И сказал Маной ангелу Господню, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Но ангел не ищет славы себе. Ангел – это и есть послание от Бога. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имене моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни. И сделал он, то есть Господь, чудо, которое видел Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника, то есть вознесся, видя это Маной, и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, то есть понял, что это ангел Господень. То есть до этого Маной мог считать, что это прозорливец, может быть, это пророк. А теперь он убедился, что это небожитель. «И сказал Маной жене своей, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Почему он, говоря об ангеле, говорит, мы видели Бога. Ангел – это существо, которое выполняет только миссию Бога. И ангелы так стремительно выполняют служение Богу, что для каждого повеления Божия посылается еще один ангел. «Жена его сказала ему, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжение и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». То есть жена Маной, она более благоразумно рассуждает, чем муж. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон. Он рос и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, то есть сначала в стане Дановом между Цорою и Истаолом». Христианские экзегеты пишут, «Начал Дух Господень действовать в нем, Самсон посвящен Богу, отче его матери своей, и вон за рейство стало источником его силы. Благодаря действию в нем Духа Господня, он предстает как носитель харизматического дара, чем объясняется его причисление к судьям Израилева». Итак, сегодня мы начали первую беседу о Самсоне и окончили чтение 13 главы книги «Судей». Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать 14 главу этой книги. Если кто-то из вас хочет разобраться в том, что такое назарейство, вы можете самостоятельно почитать книгу чисел, 6 главу. Спасибо, Господь! Берегите себя. Продолжение следует...